Привет, друзья! Ну что, подходит к концу мой первый за много лет отпуск. И, как положено, в любом отпуске я не отдыхал. Мы перевозили офис. Ну и, как я обещал, я покажу вам наш новый офис. Сразу предупреждаю, что мы еще не совсем все разложили. Что тянуть? Давайте приступим! Ну, как я и обещал, маленькая экскурсия по офису. Тут эхо, потому что второй этаж. Нет, это не наш офис. Это так называемая предофисная, мы ее называем разгрузочная зона. То есть, коробки мы сюда складываем. Мы здесь не арендуем, нам просто дают пользоваться всем этим помещением. Сюда притаскивали, стеллажи сюда притаскивали, и потом мы уже затаскивали в сам офис. А вот тут, кстати, здесь та же вешалочка. Так, вход в офис. Подарок от арендатора, арендодателя. 3D-печатник без 3D-печати никуда. Мы уже отпечатали ручку сразу сюда, для удобства. Замечательно. И вот мы попадаем, собственно, в офис. Супруга прячет что-то от меня. Наверное, сладкое. Сын. Ребенок болеет, поэтому в садик не ходим, чтобы не заражать других детей, а тусуемся с родителями на работе. Скажи привет. Привет. Замечательно. Не обращайте внимания, здесь сразу на входе вот так вот стеной стеллажи. Дело в том, что здесь у нас недомоты. Рэковские недомоты. АБС. ПЛА. Слева у нас так называемый разгрузочный стол. Ну, как это выглядит? Ты тащишь коробку, сюда кладешь коробку, а разберешь там когда-нибудь. Так это все задумывалось, но нет. Супруга сюда поставила кучу недомотов наверх-вниз от U3 Print. Также вот он стеллаж U3 Print. Узнаете, возле супруги он был. Мы взяли в дополнение, ну, чтобы все в одной стилистике было, белые стеллажи. И вон у супруги белые столы, но к супруге мы еще подойдем. Кстати, мы тут смолу разливаем. Дело в том, что смола, которая продавалась раньше, она продавалась вот в таких баночках. Продавалась, но есть косяк. Здесь якорная посадка идет у крышки. Соответственно, очень много смолы остается внутри. И очень тяжело слить обратно. Здесь же нет. Здесь никаких проблем. Да, есть косяки, когда выливаешь, вот здесь вот чуть-чуть смолы остается, но ее можно вытереть. Потери не такие большие, как от той банки. Мы тут сами печатаем, все разливаем. Вот он, собственно, офис, но мы еще туда дальше. Вот мой кабинет. Да, прикиньте, у меня здесь кабинет. Здесь надо написать ЧСВшный урод. Заходим. Прошу прощения, у мальчиков тут, как всегда, свинарник. Как я умудрился его развести всего за три дня? Шучу. На самом деле здесь просто не все разложено. Если вы думаете, что Толик шизофреник и ему нужно два стола, то вы ошибаетесь. Здесь их три. Стол. Так называемый стол для моделирования. Знаете, как это обычно происходит? Ну, взвешиваем здесь такой рабочий стол. Там занести что-то в базу, в компьютер, в таблицы. Что-то склеить, собрать. Вот это вот все. Наклеить этикетки, нарезать этикетки. Такой рабочий стол. Особенно, когда ты моделируешь, у тебя постоянно что-то лежит на столе. Штангенциркуль, угломер, всякие запчасти лежат здесь. Никому не мешает. Рядом же стол для офисной работы. То есть у тебя здесь, ты просто поворачиваешься. Вот ты работаешь. Вот ты работаешь, да. Пишешь, пишешь, пишешь. Там что-то делаешь. Потом, бах, повернулся. Ответил людям. Опять повернулся. Дальше работаешь. Это безумно удобно. Ну, также небольшой верстачок, чтобы не загаживать стол. Ни первый, ни второй. Вот он, третий стол. Это безумно удобно. Как я без этого жил? По уровню кайфа, это что-то на уровне двух мониторов. Когда человек переходит от одного монитора к двум. Вот то же самое, когда ты переходишь от одного стола к двум. Вот как-то так. Сейчас вот так идем к супруге. Нет, супруга уже, наверное, выпрыгнула в окно. Она очень не любит сниматься. Вон она, вон она. Сейчас мы ее вон, 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 вон она прячется. Лиза, ну хоть поздоровайся. Вот у нас Лиза. Всем привет. Она занимается сборкой заказа. В общем, все, что вы получаете на руки, проходит через ее женственные руки. А теперь мы перейдем к нашим сладким пирожочкам. Принтерное. Вы не представляете, какое удовольствие, когда это отдельный кабинет. Господи, как я жил без этого. Здесь у нас, мы купили на Авито, дешманские столы. Раз, два, три. Три стола, они стоят, буква П, соответственно, пикассики стоят у дальней стены, потому что с обратной стороны офис, ну, мой кабинет. Соответственно, я думаю просверлиться, чтобы подключиться к ним напрямую. Не очень удобно с флешками бегать. Как это правильно говорится, к хорошему быстро привыкаешь. Сушка филамента вон валяется. Полочка для инструментов. Буквально сегодня прикрутил. Как вы поняли, ближайшие дни, ну, как дни, через некоторое время будут выходить ролики по Климберу 7. Наконец-то до него доберусь. Потом, извините, поставил на него сапфировые камни. И нифига на нем не печатаю. Это немножечко абсурдно. Вон, и тут уже катушечки. И вот тут у нас уже катушечки. Естественно, окно нормальное, человеческое, чтобы проветривать. Здесь встанут фотополимерные принтеры. Чтобы даже если будет вонять, ты просто от окно открываешь, и все. И справа у нас библиотека материалов. Целая куча материалов. Как вы понимаете, как вы помните, в каждой из коробочек разный пластик. Все для испытаний, печати, заказов и прочего. Ну, вот такой вот у нас офис. И я думаю, самое время сказать спасибо людям, благодаря которым вообще это все дело возможно. Вам. Вы столько нас поддерживали. И не просто типа похлопать по плечу, ну-ну, а вполне материально. И я смог вырасти от позитивного чувака из магазина сантехники до крупнейшего по ассортименту магазина, посвященного именно филаменту. Много кто, чтобы поддержать нас, отказывался от скидки, которую мы предлагаем. И ребята пишут, считайте за донат. И все это позволяет нам быть. Мне кормить свою семью, и при этом работать на любимой работе, на которую я бегу практически в припрыжку. Супруге оформлять заказы, заниматься вот этой вот административной бумажной работой. Ей она на самом деле действительно нравится. Знаете, вот это прям ее. Я ей горжусь. И я горжусь тем, что построил систему, в которой я как автор YouTube канала, а вы как зрители, существуем в симбиозе. И шутка, ты хочешь меня купить, я тебе сам куплю, ублюдок, стала практически нашим таким маленьким локальным лозунгом. Буквально вот за время моего отпуска я отказал трем, трем рекламодателям. И все благодаря вам. Огромное спасибо. Но несмотря на это, не время расслабляться. Нельзя сбавлять темп. Только вперед, к новым победам. Вместе к новым свершениям. Поэтому... Мастерские прожекторы 8 кВт. Давайте лучше в студию вернемся, а то здесь очень сильное эхо. Я почему говорю мастерские так пафосно? Там просто два помещения параллельно. Одно будет именно под мастерскую, второе под склад. Все вот эти коробки, которые вы видели, уйдут на склад, чтобы не мешаться. Я не буду называть конкретных сроков полного приезда мастерской из гаража на вторую мастерскую. Наверное, время придет, когда я покрашу этого пирата. Ведь работы предстоит очень много, и прокладка электричества это меньше. Надо делать верстаки или их покупать. Думаю, все-таки ближе к теплу, к весне начнем. А то у нас тут морозы долбанули. Но не переживайте. Уже после нового года я постараюсь вернуться к прежнему графику выпуска роликов. Раз в неделю. У меня для вас, на самом деле, очень много интересного будет в новом году. Так что будьте с нами. И в завершении этого ролика хочется поздравить вас с наступающим Новым Годом. И в наступающем же году пожелать вам, чтобы рядом с вами были верные друзья и люди, на которых действительно можно положиться. Помогающие не на словах, а делом. Ведь понимая, когда у вас есть огромная поддержка, вы способны свернуть горы. Будь то друзья, родные, близкие. А может быть, как у меня. И друзья, близкие, семья и подписчики, которые помогают и поддерживают. Но помните, что это не игра в одни ворота. Получая, ты обязан отдавать. Поэтому берегите людей, которые поддерживают и помогают вам. Ведь вселенная требует просто равновесия. А, ну и не забудьте подписываться на канал. До встречи в новом году. А то мне нужно для вас же снимать еще один ролик сразу после этого. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok